Сегодня в Питере дождь, мы идем кататься в экстремальных условиях. Глевые шкафчики, они, видимо, в цветах скафать, я полагаю. Лампочки еще не горят, елку уже убрали, а никакую оценку поставили. Территория спорта день за днем представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня, стоит на коньках раз в три года, но не прочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале, по шести критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвертый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! Сегодня мы тестируем открытый каток СКА и берем вас вместе с нами. Ну что, пойдем брать коньки? Пойдем? Вау, Ань, какая классная раздевалка. Да, слушай, по-моему, очень здорово. Клевые шкафчики. Они, видимо, в цветах СКА, как я полагаю. Они закрыты. Нам нужен ключ. Ну что, теперь зашнуруем коньки? Ань, ты помнишь, как их завязывать? Ну, они выглядят по-другому, не так, как в прошлый раз. Как и в прошлый раз, важно тщательно затянуть шнурки, а после этого накинуть шнурки на крючки. Кстати, коньки очень хорошо поточены и на лезвиях нет ржавчины. Могу поставить им 5 баллов. Открытый каток хоккейного города СКА находится возле метро проспект Большевиков. Идти примерно 5-7 минут, то есть время достаточно комфортное. Даже если вы идете с детьми, они не успеют устать. Поэтому критерию мы оцениваем ледовую арену на 5 баллов. Ну что, сегодня в Питере дождь, мы идем кататься в экстремальных условиях. Нас ничего не останавливает. Народу практически нет, идемте. Так, теперь главное, чтобы я не звезданулась. Аня, я сразу нашла тебе друга. Отлично, отлично. Мне... Давай, подгоняй его, подгоняй. Ага, посибочки. Оп, оп, оп. Мы втроем поехали исследовать каток. Мы с Миньоном отлично прогуливаемся по этому прекрасному, чуть-чуть мокрому катку. Но нас это не останавливает. Кстати, блин, прикольно заворачивать. Ну что, теперь самое время оценить красоту катка. Мы пришли в дневное время. Лампочки еще не горят. Ёлку уже убрали. Ань, какую оценку поставим в арене? Подожди, я еще не сказала свои, как говорится, критерии. Ну, в целом, если включить воображение, мы можем представить, как эти лампочки горят. А они здесь точно горят в вечернее время суток, гарантирую. Я точно знаю, что здесь довольно романтично, скажем так. Плюс ко всему, здесь есть звездочки, они приятно обрамляют все пространство. Это довольно прикольно. Вот. Но мы видели каток и покрасивее, поэтому, думаю, мы поставим в этот раз 4. Четверочку. Ань, ты помнишь, как в прошлом выпуске мы делали фонарик? Да, я помню. Я должна присесть, развести ноги. Толчок. Видали, да? Я мастер. У Ани очень хорошо получается. Ань, сегодня я предлагаю тебе научиться делать змейку. Давай. Средняем две ножки вместе. Поворачиваем коленочки влево. О, господи. Дальше перетягиваем себя вправо. Еще раз. Влево. Отжали коленочки, перетянули себя вправо. Не, у меня больше фонарики. Нажимаешь на две ноги. О! Я даже ничего похожего не могу сделать. Да, неплохо получается. На сети реально говорю неплохо. Оценим качество льда. Сегодня это сделать достаточно трудно, потому что в городе идет дождь. Но, тем не менее, я могу сказать, что лед на открытом катке СКА очень хороший. Я поставлю ему 5 баллов. И даже, несмотря на лужи, кататься в такую погоду на СКА-арене все равно можно. А главное, он ровный. Вы же помните золотое правило всех профессионалов? Свои коньки мы носим с собой, поэтому я уже переобулась. Я думаю, пришло время рассказать про наш критерий дополнительной услуги. Как видите, здесь есть пингвинчики, миньончики, мишки. Это те вещи, которые вы можете взять и кататься вместе с ними, чтобы вам было удобнее. Дополнительно здесь есть кафешка. Она находится вон там. То есть вы можете купить что-нибудь тепленькое, чтобы погреться. А еще здесь хорошие раздевалки. Это большой плюс. В целом, больше нет дополнительных услуг. По крайней мере, мы о них не знаем. Поэтому мы поставим 4 балла. Расскажем про трафик на открытом катке СКА. Мы пришли в будний день днем. Поэтому народу здесь не так много. Буквально несколько человек помимо нас. Поэтому, если вы хотите свободно покататься, поучить какие-нибудь элементы, то приходите именно в такое время. А если вы хотите насладиться зимней обстановкой катка, то, конечно, приходите в воскресенье вечером. Народу здесь будет много. Я видела открытый каток СКА-арены в разное время. Поэтому ставлю трафику 5 баллов. Сегодня я хотела свободно покататься и поразучивать разные элементы. Так что такая обстановка точно для меня. Поехали еще раз. Топчик, топчик. Ну что, мы отлично покатались и даже дождливая погода не стала помехой для нашего времяпрепровождения. И как говорит главный тренер СКА, Роман Дратенберг, работаем дальше. Подписывайтесь на канал «Спорт день за днем». И вы узнаете о катках Петербурга еще больше. Всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok